Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Не понимаю, что происходит у меня каждый день. Разное настроение. Сначала всё хорошо, затем всё плохо. Что не так, я стараюсь следить за своим здоровьем, стараюсь заниматься спортом и поддерживать учёбу в университете на уровне высших трёх. Однако происходит вот такая вот картина. Подскажите какие-нибудь советы для борьбы с хандрой и апатией, учитывая очень токсичный коллектив у меня. Ну, в первую очередь хочется сказать, что советов психологи не дают, поэтому здесь, я боюсь, именно совет дать мы вам не сможем. Я думаю, что, с одной стороны, перемена настроения является абсолютно нормальной историей, с другой стороны, вам необходимо развивать внимательность к себе, чтобы перемена настроения не была чем-то для вас таким, что происходит как бы, ну, скажем так, самопроизвольно, да? Вот. И это очень важно, очень важно, потому что настроение ваше, несмотря на то, что это вполне себе адекватно, то есть, ну, измена, перемена настроения. Вот, перемена настроения абсолютно нормально, но в то же время желательно увидеть, ну, причину, вот. Желательно увидеть причину, почему она меняется. То есть, я думаю, что в этом смысле на вас что-то влияет. И очень важно увидеть, что, например, влияет может то, что вы не очень хотите делать, ну, что-то из того, что вы делаете. То есть, вот, такое тоже, в принципе, вполне может быть. Ну, то есть, буквально вам может что-то не нравиться. Вот. Вас может что-то не устраивать. И вы можете насильно, как бы насильно, да, себя заставлять это делать. Вот. Понятно, что ничего хорошего из этого не получится, если вы будете себя заставлять. Поэтому я бы здесь, конечно, уделил бы внимание этому. Что касается, что касается коллектива, коллектива, который у вас токсичный, по вашим словам, то стоит разобраться в том, для начала за счет чего он токсичный, и что у меня токсичного, по вашему мнению, с одной стороны. С другой стороны, очень важно, чтобы вы увидели то, как вы реагируете. На этот коллектив. То есть, вполне возможно, что имеет смысл несколько укрепить личный, 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 личный границ вам. Вполне возможно, имеет смысл это сделать. По крайней мере, по крайней мере, если вы не готовы или не хотите идти на сближение с коллективом, и как-то выстраивать с ним отношения. То есть, ну, понятно, что делать вы этого не должны. Вот. Понятно, что если вам этого не хочется, если вам этого не хочется, то делать этого не нужно, но необходимо тогда выстраивать личные границы с коллективом, чтобы не поддаваться влиянию, которое он может на вас оказывать. Ну, по вполне естественным, как мне кажется, причинам, по вполне естественным, как мне кажется, основаниям. Как-то так, как-то так, пожалуй, я мог бы ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что он помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.